Слава Богу Слава Богу Сказаны такие слова И призвал двенадцать, начал посылать их по два Луки 6 глава 13 стих тоже говорит такие слова Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать Дальше мы тоже знаем от Луки 5 главе, Матфея 3 глава Как Иисус призывает учеников Собирает, можно сказать, вот эту команду Команду, которой Он будет на них опираться Будет на них их учить, вместе молиться На тех, это те, которые распространили Слово Божье Что дошло и до наших сердец До вас, до нас И мы в нашей жизни, мы стараемся, пытаемся, чтобы Божье Слово распространялось и далее Хотел бы в этой проповеди просто провести как бы параллель В физической стороне, так и в духовной аспект нашей жизни Как и в древние времена, и сегодня Есть спортивные игры Игры, где туда Не всех людей туда берут и принимают Если это на ранге профессионального курса Туда специально берут таких квалифицированных людей Которые всю жизнь старались, чтобы у них получалось какой-то талант Чтобы у них был опыт У них специальная диета, у них специальные свои навыки Которые они имеют И черты даже характера Бывает так, что характер человека не сходится с какой-то командой Эта команда нарушится И команда, мы можем подумать или спросить, что это такое Команда, это группа связанных людей чем-то, чем-либо Здесь, сейчас, если мы смотрим на духовную сторону нашей жизни Это мы в церкви находимся И объединяет нас не какая-то политика, не мода, не идеология, не какие-то идеи Но объединяет нас и связывает нас Это личность Господа Иисуса Христа Мы в Новом Завете, когда Христос призывал учеников, призывал апостолов Он имел вот эти два глагола, можно сказать Он говорил Придите, что пришли И потом идите И шли Сначала Христос, Он как бы призывает Он их спасает А потом Он говорит, чтобы они отправлялись в этот мир Не жили для этого мира, нет Но чтобы они спасали тех Говорили о спасении Говорили о этой радостной вести Чтобы говорили о покаянии Тем, кто жил или живут во тьме И мы замечаем, что апостолы, они делали то, что им было поручено Им было поручено, чтобы проповедовать о покаянии Они проповедовали о Иисусе Христе О пришедшем, о умершем, о воскресшем и грядущем Который вновь грядет И у Христа была вот эта вот, ну, апостолы Была эта команда, как мы рассуждаем В нашем рассуждении сегодня Которые, которые мы знаем Перевернула в хорошем смысле весь мир Что дошло Слово Господне и на наших сердец Апостолы Хоть они были такие все Если детально на каждого смотреть Они были все разные от друга друга Они не были похожими Они не были связаны какой-то церковью Или какого-то общества, организации Да, некоторые из них были там братья Но они были совершенно разные Иисус, если Он хотел Он мог бы, если так подумать Он мог бы какие-то использовать тактики Чтобы их обучить, наставить Какие-то наставить за Его 30 лет Мог бы, как бы, какие-то курсы поставить Семинарии, чтобы они прошли программы, экзамены Потом поставить на рукоположение И только тогда, чтобы они и шли Но нет, мы такое не видим Мы видим, что Христос с ними общался Он использует другую тактику Он с ними молился И посылает их, чтобы они и шли И проповедовали о Христе О спасении, о покаянии Если мы возьмем первого человека Это Петр Которого Христос тоже призвал А почему, вот если посмотреть на характер Или на жизнь апостола Петра Мы можем подумать и просто связать так Что его призвали Призвал Иисус Потому что Он мог Он мог бы признавать свои ошибки Он мог просто сказать Ну, братья, у меня там не получилось Или, может, то, я был неправ, простите Он имел вот эту смелость Взять на себя и сказать прощение И мы видим, что такой характер Он нужен для команды Для общества Чтобы это общество, оно было сильное Оно было прочное И когда человек может взять на себя, скажем так То это делает команду сильнее Второй человек, к которому мы можем обратить внимание Это Яков Он был человеком, который готов был рисковать Мы знаем о Якове и Иоанне Они были названы как бы сыны Громовой Которые, где их там не приняли в каком-то городе Они говорят Иисус, давай мы пошлем огонь На этот город и истребим Но Иисус запретил Риск, конечно, это очень порой страшное и дело Когда даже человек хочет купить дом Приобрести что-то Это огромнейший риск Даже если когда подумать так Когда это здание, в котором мы сейчас Сегодня собираемся, я уверен, тоже С переживанием, с молитвой, с верой, надеждой И, конечно, это надо было с риском строить Начинать Такое масштабное здание Но с Божьей помощью мы можем собираться здесь Слава Богу И мы знаем Яков Он был, который человек, как мы рассуждаем Он был полон как бы риска Он был один из первых Он был первым, который умер ради Иисуса Христа Иоанн Он был способен любить Он любил всех И именно он говорит о себе, как ученик Которого любил Иисус И такие тоже нужны в обществе Команде Андрей Он умел работать со всеми Он не был каким-то, может быть, проповедником Но он имел вот этот особый дар Он имел приглашать людей Призывать людей Если мы вот так вот вспоминаем Некоторые моменты из его жизни Когда он сам, этот Андрей Он сам пригласил и Петра Чтобы Петр познакомился с Иисусом Христом Когда Христос говорил Нужно покормить людей Это был Андрей, который призвал этого Маленького мальчика Который имел пять хлебов и две рыбы Чтобы накормить тысячи людей И он имел вот эту способность Звать людей Он как бы его жизнь Или его характер Он был как бы постоянно в тени Как-то в стороне Но имел такое огромное влияние на людей Чтобы приглашать Филипп, он был реалистом А если мы вот посмотрим о нем Когда Иисус тоже говорил Что нужно покормить тысячи людей Он был из тех, которые как бы Должен был проверить Он должен был сосчитать Как это все сложится Сколько это будет финансовой траты Он смотрел И на что это будет все похоже Фома Он был человеком, который доверял Но он как бы проверял И когда ему было сказано Что Христос воскрес Он как бы не поверил этому Он говорит Мне нужно было увидеть Мне нужно его увидеть Воскрес ли он Притронуться к его ранам Увидеть эти раны от гвоздей И только тогда он поверил Можно каждого О каждом перечислять Но чтобы не Чтобы просто мы пройдем дальше Не о каждом мы будем остановляться Но мы видим эту картину Как Христос разных людей Начал собирать 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 тех апостолов Которые он бы мог Как бы положиться Учить и наставлять Мы видим Что никто из них Даже Иуда не сказал О, если тот ученик пойдет Апостол То я не пойду Или, например Петр, который такой смелый был Он даже не говорил такие слова Если Иуда пойдет Я не пойду Такого не было Они пошли вместе Это такой как бы Экземпл Такой эталон На которого Примеры Которые мы можем Видеть Прочной, сильной команды И, дорогие друзья Единство Это признак Признак духовной зрелости Который нужен В обществе Который нужен В команде Который нужен И в церкви Мы видим Как Христос Имел вот эту способность Собрать этих людей Ему удалось Чтобы научить Наставить И чтобы они Ишли дальше И распространяли Евангелие Хотелось бы В конце Просто поделиться О качествах Которые нужны Для как мы Мы рассуждаем И для физической Команде И для духовной стороны Как бы тоже Команде Церкви Общества Что важно Чтобы оно было Прочное и сильное Первое Нужны правила Нужны правила Притча В 8 глава 33 стих Говорит такие слова Послушайте наставление И будьте мудры И не отступайте От него Наставление Мы получаем От Слова Божия Мы получаем От Евангелия Который показывает Как нам жить Как нам быть Как нам поступать Слово Божие Это светильник К ноге нашей Куда идти И как быть Как если мы Посмотрим на Физическую сторону Каждая команда Нуждается в правилах Если команда Имеет свои правила Тогда это Огромнейший хаос Это из ничего Это просто Превратится в какую-то Какую-то кашу И ничего из этого Не будет И не станет Так и в нашей Жизни В нашей духовной жизни Есть правила Которые мы Должны исполнять Есть правила Которые мы должны Совершать И никто Из нас Не исключен Из этого Все мы должны Это Как бы Принимать Вторая важность В команде Это иметь цель Каждая команда Имеет цель И хочет быть Победителем Хочет получить Вот это Ну если Олимпе Геймса Они хотят получить Золото Первое место И Как Павел говорит Такие слова Благодарение Богу Даровавшего нам Победу Господом нашим Иисусом Христом Даровавшего нам Победу Господом Иисусом Христом Мы имеем Победу Во Христе Иисусе Через кровь Христа Мы имеем Прощение Мы имеем Искупление Вот это Наша победа О том Победа Цель наша Это Да Нам попасть туда Нам И нашим Родным Семьям И всей нашей Огромнейшей Семьей Церковной Семьей Попасть В вечность Это наша цель Чтобы мы И все наши Родные Чтобы мы Все стремились И конечно Призывали тех А то Что есть Лучшая жизнь Есть лучшая жизнь Во Христе В Иисусе Со Христом И несмотря Что этот мир Пытается предложить Или уманить Или обмануть Но есть Победа В имени Иисуса Господа И туда Это наш ориентир В нем На Господа Иисуса Христа Говорить о Голговском Кресте О том Что есть Есть то место Куда мы Все можем Стремиться И прожить Нашу вечную жизнь Там со Христом Третье качество Что важно В команде Это единство Что это Важность О том Как апостол Павел Говорит 1 Коринфянам 1 глава 10 стих Умоляю Единство Единство Помогает Помогает Как в команде Бывает так Какой-то человек Ушибся Упал Раз Кто-то подбегает Помогает Протягивает руку Или помогает Чтобы пошел Какое-то средство Ему помогло Так и в нашей Духовной жизни Тоже Должны поддерживать Помогать И замечать Тогда Эта команда Становится Прочной И сильной И четвертое Что важность В команде Это Тренироваться Тренировка 1 Тимофея 4.16 Вникай в себя И в учения Занимайся Сим постоянно Ибо так поступая И себя спасешь И слушающих Тебя Это очень необходимо Для любой команды И даже И для верующего человека Тренироваться Это Это наша личная Жизнь с Господом Как мы считаем Находим мы Время Чтобы читать Слово Божие Молиться Уединяться Поститься Находить с Ним Общение Быть привитым К Нему Как и В команде Тоже Они находят Время Чтобы иметь Какую-то диету Каждый знает Своё место Есть Такая Такая игра Как бы называется Наскар Это гонки Где люди Ездят И катаются Чтобы взять Там первое место Но и что интересно В этой Как бы спорте Можно сказать Что у них Есть там Петстап Это как бы Краткая остановка Он должен Проехать Остановиться И в это В это время Ему надо Залить Бензин Поменять Колеса Чтобы он Дальше Мог ехать Но что интересно В этом В этом спорте Что каждый Человек Он знает Свою работу Свою задачу Каждый человек Настолько Отренирован Что Когда машина Остановляется Они Более Занимают 20 секунд И колеса Новые Ставятся И заливают Бензин И дальше Едет Человек К своей цели Чтобы победить Почему Потому что Каждый Настолько Отренирован Кто-то Поднял Кто-то Поднес Кто-то Залил И так И так Это в физической Жизни И так И в нашей Духовной Жизни Каждый Из нас Имеет Своё Призвание Каждый Из нас Имеет Свою Маленькую Часть Которую Мы Приносим Для Бога Приносим Для друг Друга Ради Славы Нашего Господа Иисуса Христа И как мы Видели Видео Или новости Перед Начало Нашего Служения Каждой Комнате Что-то Происходит Какие-то Сыгровки Митинги Общения Кто-то Организует Что-то Играет Молитвенное Служение И всё На своих Местах Но когда Приходит Воскресное Служение Когда приходит Воскресное Служение Что-то Красивое Торжественное Получается Когда Народ Божий Входит Вот это Воединно Поклоняться Богу Кто поёт Кто стих Рассказывает Хор поёт И это Результат Того Что происходит Вот эта красота Небо радуется Бог Тоже радуется А славословие И конечно Народ Божий Тоже радуется Народ Божий Кто Находит себя В чём-то Кается Кто-то Мы поклоняемся Нашему Богу Каждый Ведёт Свою задачу Какую-то Свою Свою Часть Приносит К этому Это поможет нам Господь В нашей жизни Взглянуть на наши сердца Как мы ходим Перед Богом Как Он позвал Этих учеников Они последовали Да, было у них Рассеяно Но они вернулись Служили Кто-то Да, отпал А как Дорогая душа Мы с вами Где мы находимся Идём ли Мы за Господом Или может где-то Приостановились Может где-то Мой характер Кого-то может Унизил Или как-то Что-то не получается А поможет нам Бог Чтобы Дух Святой Осветил В каких Вещах нам нужно Ещё подправить Наши светильники Чтобы Чтобы Твоя и моя жизнь Жить так Чтобы Твоя и моя жизнь Было благословение Для тех Кого мы Окружаем И давайте все вместе Склонимся И обратимся С нашему Богу И будем просить Его помощи Аминь Аллилуйя Господи Аллилуйя Господи Аллилуйя Господи Аллилуйя Божия Благодарение И честь Великое Чудесное Благодарение Прихожу Притываю Как и нужно Иисус Аллилуйя Как же Дорог Для меня Иисус Господи 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 Все совершил Чудо Оголгофском Иисус Правдал Омыл Осветил Очистил Аллилуйя Тебе Господи Как величество Имя Тво По всей земле Аллилуйя 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 Бог Ты сила наша Правдание Искупление Аллилуйя Помоги Господи Как мы поем Так и жить Так как мы И проповедуем Так и жить Как слово говорит Направляет нас Господь Так и жить Господи Дай нам Мелькие сердца Дай нам Способность Вмещать Дай нам Способность Господь Иисус Вмещать Как Ты Вмещал Господи Иисус Дай сохранять Господи Ходить Жить Тобой Господь Радоваться Тобой Аллилуйя Тебе Чудный Творец Как величество Имя Тво Аллилуйя Тебя Господь Боже Аллилуйя Великий Бог Мы приходим При Тобой Благодарим Тебя Чудный Творец Создатель Благодарим Тебя За крест Голговский Благодарим За спасение И оправдание Благодарим Тебя Что Ты Вытянул нас Из этого Рабства Греха Из этого Болота Аллилуйя Тебе Господь Что Ты Призываешь Нас Чудный Твой Свет Мы Благодарны Тебе И мы видим Вот эту картину Как Ты Призывал Апостолов И Ты Каждого Из нас Тоже Призываешь Чудный Свой Свет Господи Помоги Ты Нам Господь Ходить В истине Помоги Ты Нам Господь И быть Этим Светом Быть Этим Письмом Помоги Отец Небесный Во всех Сферах Нашей Жизни Господи Чтобы Не Ослабевать Чтобы Пламенеть Господь И радоваться Тобой Благодарить Тебя За все За все Твои Милости И благости Господи Помоги Господь Ты Нам Каждому Духом Святым Ты Освящай Для каждого Из нас Где нам Нужно Подправить Господь Где нужно Исправляться Помоги Отец Небесный Да будешь Ты во всем Прославен Наш Бог И Царь Во веки Веков Аминь Братья и сестры Старше Месси споем Как прекрасно Все то Что Твое Месси споем